В нашей жизни, земной жизни человека, нам необходимо познать что-то очень важное. Не познав вот этого важного, наша жизнь не складывается, она не получается, и мы не можем понять, почему наша жизнь не получается. Наша жизнь не получается земная, потому что мы не знаем чего-то очень важного, скажем, самого главного, фундаментального. Вот фундамент дома. Если в доме нет фундамента, дом не устоит. Если фундамент рухнет, то дом рухнет. Если фундамент гнилой, у дома небольшое время его жизни. Вот так и в нашей жизни. Рождение наше от родителей, второе рождение от Бога в таинстве крещения и наша телесная смерть, это и есть самое главное знание в нашей жизни. Смотрите, наше рождение от наших родителей, второе наше рождение в церкви Божией и третье, наша смерть. Что будет после смерти? Вот эти два рождения, наше рождение от матери и рождение в церкви, вот это и есть смысл нашей земной жизни. Если мы не понимаем эти оба рождения, если не понимаем, что это такое, что это несет, тогда в нашей жизни что-то не получается. Наше рождение от матери и рождение в церкви – это чудо. Кто из нас сегодня может объяснить, что две капли отца и матери слились вместе? И через эти две капли родился на земле человек, у которого 100 миллиардов клеток. Кто может сегодня это объяснить? Кто может сегодня нам вразумительно сказать, что это за процесс? Поэтому, когда ученые нам говорят о чем-то, они не понимают сами, потому что этого объяснить никто не может. Как из двух капель появляется то, что мы называем человеком. Мы не понимаем этого чуда, и мы не видим всего этого, поэтому мы не видим и не живем в правде и истине. Вот в чем есть вопрос. А наши учителя, наши воспитатели в детском саду, учителя в школе, преподаватели нам на это не обращают внимания. Новый Завет, Евангелие нам открывает вот эту тайну. Сам Бог открывает нам эту тайну рождения и крещения, второго рождения всех участников земной жизни и небесной жизни. Он нам открывает эту тайну. Нам мало родиться только от матери и от отца. Нам нужно еще раз родиться. Если мы рождаемся только от матери и от отца, то мы как звери, как животные. Мы проживем нашу жизнь, наше тело умрет, и на этом конец. Зачем мы приходим в церковь и в церковь совершаем еще раз рождение? Поэтому мы празднуем с вами День Ангела, как второе наше рождение. Может быть, самое главное. Почему? Потому что мы рождаемся уже для вечной жизни. Пока человек не поймет, что у него две есть природы. Две. Первая – это наше тело, в которое вделан мозг. И мы считаем, что это есть человек. Нет, это не человек. Есть самое главное, вторая природа, точнее первая – это наша душа. Душа переводится на наш язык «жизнь». И вот душа-то и рождается, когда мы приходим креститься в церковь. Душа рождается для вечной жизни. В чем ценность того, что мы сейчас знаем, как совершилось рождение Христа? Мы знаем, что присутствовали ангелы. Бог Отец, Бог Дух Святой. Мы знаем, что это вот так же совершается, когда человек совершает второе рождение. Когда Христос пойдет креститься в 30 лет, то будет присутствовать Бог Отец, который скажет слово «Сей Сын мой возлюбленный, Дух Святой сойдет на Христа в виде голубя». Вот мы увидим эту троицу, которая каждый раз присутствует, когда мы крестим детей или крестимся взрослым. Вот эти два рождения – это и есть переход от животного тела к человеку. И если человек не понимает вот этого и не ценит это, и не дорожит этим, тогда жизнь его складывается печально. До прихода в церковь Божью человек не может и не имеет возможности знать всю глубину цели, смысла творения этого мира, живых существ человека. Каждый человек, который каждый раз, начинает первый раз читать Евангелие, он просто потрясен. У нашего народа была поговорка «Кто прочитал Библию, тот сходит с ума». Совершенно правильно. С ума мира нашего, с ума книжного мира и становится другим человеком. Поэтому сегодня мы говорим до тех пор, пока человек не приходит в церковь Божью, он ничего не знает о Боге, он не знает ничего об ангелах, он ничего не знает о творении человека. Если мы сегодня всем нашим учителям, которые когда-либо нас учили, всем преподавателям, родителям, которые у нас были, зададим вопрос ученым, кто первый ввел имя человек? Откуда пошло у нас в нашей терминологии, в нашем языке слово «человек»? Нам никто на это не ответит, ответят на это люди только те, которые пришли в церковь. Бог, Творец, говорит «Сотворим человека по образу и подобию нашему». И до тех пор, пока мы не поймем, что первое, кому нужно образовать и воспитать, – человека. И вот сегодня мы прикасаемся к этой теме. Поэтому, когда человек приходит в церковь, тогда он начинает понимать совершенно по-другому цель и смысл своей жизни. Вот почему Бог говорит «Без меня творить ничего не можете». И мы видим сегодня, мы живем без Бога, имеем самую большую в мире территорию, напичканную природными ресурсами всей таблицы Менделеева. А мы ходим нищие и без войны умираем. Мы без войны умираем. И не понимаем, почему. Потому что живем без Бога, а Бог нам отвечает и говорит «Без меня творить ничего не можете». Я в своей жизни миллионы людей поисповедовал и продолжаю исповедовать. Я не встретил ни одной женщины, которая бы не сожалела, что у нее нет детей или мало детей. Но если человек не знает Бога, если женщина Бога не знает, что она тогда совершает? Она тогда начинает убивать детей. Сегодня в России 8 миллионов абортов в год. 8 миллионов женщин убивают своих детей в год. Когда это было? Потому что без меня творить ничего не можете, говорит Господь. Вот в чем весь смысл того, что мы сегодня оставили этот мир. Мы оставили родных, близких и пришли в Храм Божий. Мы пришли в Церковь Божью. Поэтому пока человек не придет в Церковь, пока не окунется в этот мир, пока не погрузится в него, он никогда ничего не поймет, как он произошел, каким задумал его сделать Господь и родить на земле, в чем цель и смысл земной жизни. Вот о чем идет разговор. И когда мы рождаемся через Таинство Церкви, через причастие, то через исповедь, покаяние, через молитвы, то рождается в Церкви только новый человек. Какой человек? Поэтому сегодня мы должны с вами понять, что без Бога не до порога, как говорил наш народ. И поэтому, когда человек рождается, начинает к новой жизни, он приходит в Церковь, и здесь рождается новый человек, моральный. У него появляется совесть, у него появляется ответственность, он не возьмет чужого. И вся наша Россия, которая называлась в мире Святой Руссию, жила 950 лет, не имея замков. Замков не было. Потому что не было воров, разводов не было, убийств детей не было. Вот какая была Россия. Она всем показывала пример, как нужно жить на планете Земля. И то, что мы сегодня показываем, это позор нашей России, потому что у нас отняли Бога, и нам не дают нашим детям учить закон Божий. Вот в чем вопрос. Что же главное в нас? В нас главная душа. Душа наша. Вот единственное наше сокровище. И второе сокровище – благодать Святаго Духа. Единственная Божья энергия, которая рождает нового человека духовного, Бога-человека в Христе. Когда мы получаем профессиональное образование, нас учат законам термидинамики, законам физики, химии, биологии. А что такое благодать Святаго Духа? Это дары Святаго Духа. До тех пор, пока в человеке не будет даров Бога, даров Святаго Духа, ничего не получится. Человека мы не увидим нормального. И если этот человек будет занимать большую должность, это горе для народа. И чем выше должность будет у человека, у которого нет даров Святаго Духа, тем больше горе для народа. Что же это за дары Святаго Духа? Этих даров семь. Смотрите, какие дары должны быть у человека. Какие дары были у Адама и Евы до греха падения? Какие дары? Смотрите, премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие, страх Божий, способность рассуждать, способность понимать, способность творить, способность служить и любить. Посмотрите, какие дары. Где мы можем купить эти дары, за какие деньги? У какого продавца? Это можно получить только у Бога. И за это не нужно платить наши деньги. Скоро деньги отменят. И эти деньги будут, как бумага, лежать на улицах. И мы будем плевать на эту бумагу, ради которой убивали детей, забирали их органы, чтобы получить эту бумагу. Поэтому сегодня мы должны знать, что в человеке не главное желудок, сколько мы поели и попили. Не главное наше тело, сколько мы одели, в какую одежду. Или обувь, какую мы дали для наших ног. Главное, в каком качестве наша душа. И если нет души у человека, если душа не работает, тогда горе этому человеку, если он даже будет правитель. Поэтому сегодня мы говорим, Иисус Христос нам открывает эту высшую истину и тайну о цели и смысле жизни человека. Вот в чем весь смысл. Ангелы радовались рождении Бога, младенца Христа. В чем же цель жизни по Богу? Бог нам открывает точно. В чем цель и смысл земной жизни? Поэтому сегодня мы должны понять, почему наши скорби, почему столько трагедий, почему без войны наше население сокращается. И только Рождество Бога, только жизнь, изучение этой жизни Бога, Христа, который родился на земле, нам открывает... Мы должны родиться сегодня в совершенстве истины через Церковь Божию. Рождество Господа Иисуса Христа и Пасха открывают каждому глубины истины и правды Божией и смысла истины нашего рождения и окончания земной жизни. Никто из нас никогда не умрет. Никто. Если мы даже захотим умереть, мы можем убить только наше тело. Наше тело дано нам на короткое время. Лермонтову на 27 лет, Пушкину было дано на 38 лет. Каждому из нас на короткое время дается наше тело. А вот душа наша будет жизнь вечная, и душу убить невозможно. Душа так и переводится на наш язык жизнь. Рожденный через Церковь не умирает, но рождается для вечной жизни в Боге и с Богом. Мы должны, мы обязаны это знать, и нас обязаны этому учить и посвящать в это школу и родители. Это наша традиция. Подтверждением того, что мы не умираем, являются святые и их мощи, и их иконы. Иногда человек пришел, поставил свечку святому, и ушла онкология. Ушел этот рак. Ушли неприятности. Появился ответ на вопрос и проблему неразрешимую. Вдруг появился ответ. А мы подошли всего лишь к иконе святого. Мы предошли к иконе Божьей Матери. Вы посмотрите, сколько записок в иконе Божьей Матери. Почему эти записки? Да потому что люди просят Божью Матерь, если бы мертвая икона была, если бы это была апостаж живопись, то разве кто-нибудь приходил бы и просил Божью Матерь? Но мы знаем, что за тысячу лет в нашей России Божья Матерь столько раз являлась. И если бы не было этого явления, мы о ней бы ничего не знали. Двенадцать раз Божья Матерь являлась Серафимом Заровским. Она проводила в последний путь Сергия Радонежского, всех наших преподобных отцов. Божья Матерь покрывала нас только своим заступничеством и мафором, что уже России давно бы не было. Но сегодня мы называем, кроме того, что Россией называем, наше государство и нашу страну. Мы еще называем Россию Дом Пресвятой Богородицы. Потому что только благодаря ее заступничеству мы сохраняемся как целостность. Мы рождаемся новыми, иными через каждое дело, которое делаем на земле. Смотрите, через брак рождается муж и жена. Через рождение детей рождаются родители. Через профессиональную деятельность и профессиональное образование рождается будущий профессионал. Через науку рождается ученый. Через занятия сельскохозяйственным трудом рождается земледелец. Но через церковь Божию мы рождаемся как люди, как человеки. Как совершенные человеки, которые когда-то сотворил Бог Троица для уникальной живой планеты. Через церковь мы рождаемся святыми, духовными, нравственными и моральными. Зачем мы исповедуемся? Зачем мы постимся? Зачем мы молимся? Зачем мы изучаем священное писание, откровение Бога, Творца? Чтобы опять стать совершенными личностями, человеками духовными. Чтобы быть нормальным в мире людей, в живой природной среде, в браке, в семье, надо вначале стать нормальным человеком. Если мы не станем до брака нормальными людьми, брак распадется. Если бы до начала профессиональной деятельности и не станем нормальными людьми, наша профессия будет бессмысленна. Мы будем жить только для себя. Если перед назначением нас в должность мы не станем нормальными людьми, то эта должность для нас обернется тем, что мы будем класть в карман и забывать о том, что мы должны служить людям. Вот в чем тайна. Надо вначале войти в нормальное состояние и качество совершенного человека. Вот почему Господь говорит, без меня творить ничего не можете. И Россия. России бы не было. Только через чудеса Россия еще стоит. Посмотрите, поляки вошли в Москву. Москвы уже нет. Москва принадлежит России и Польше. А почему же нет такого? Да потому что Кайсма Минин взял чудотворную икону Казанской Божьей Матери. И с этой иконой победили вот этих людей, которые уже заняли Москву. Наполеон уже занял Москву. Он уже стоял в Кремле. Она уже, Москва принадлежала ему. Но когда он поднялся на самую высокую колокольню Иоанна Лесичника, он увидел, что движется войско, а во главе стоит какой-то человек в черной одежде. И когда он от страха, увидев это войско, спустился вниз и вошел в собор, в Успенский собор в Кремле, он сразу увидел икону большую и сказал, кто этот человек на этой иконе? И через переводчиков ему сказали, это Сергий Радонежский. Он говорит, вот тот человек, который ведет за собой огромное войско, которое движется на нас, сел на скакуна арабского и ушел отсюда. И мы знаем, что было с французами. Вот что такое чудеса России. На 16 километров немцы подошли к Москве. Пять государств. Финны, румыны, итальянцы, немцы. Все, болгары. Кто мог защитить в 41-м году Москву? Кто мог защитить Советский Союз и Россию? Сердце Москва, России и Советского Союза. И когда обнесли вокруг Москвы и Ленинграда иконы Казанской Божьей Матери и Смоленской иконы Божьей Матери, что совершилось? Ударил мороз 53 градуса. Все остановилось. И начинается отступление немцев вплоть до Берлина. А когда была Пасха в 45-м году? Пасха была 6 мая, когда наши вошли войска во главе с Жуковым в Берлин, когда была подписана капитуляция. Пасха была. Это было торжество торжеств. А война когда началась? Война началась в день всех святых в земле российской просиявшей. Немцы все рассчитали, все посчитали, но не поняли, с кем они воюют, кого они хотят завоевать. Сегодня мы с вами живем в такое время, когда нам нужно ответить на вопрос, вернемся мы к Богу или не вернемся? Если мы не вернемся к Богу в Церковь Божью, то мы ничего не будем понимать. Мы не будем понимать, что такое Рождество, что такое Пасха. Мы не будем понимать, что такое душа наша. Мы не будем знать, что такое чистота сердца. Мы не будем знать, как воспитывать детей, как жить в браке. Все будет распадаться и разрушаться по слову Христа. Без меня творить ничего не можете. Сегодня здесь собралась маленькая частичка России. Но здесь вся Россия. Вот стоят люди из Москвы. Вот люди из Санкт-Петербурга. Вот люди из Нижнего Новгорода. Из разных концов сюда приехали люди. Вот в этот древнейший город, в котором были и Юрий Долгорукий, который открыл его. И Александр Невский пожелал здесь оставить земное попечение и окончить свою земную жизнь. В это место стремились наши правители Екатерина II. Здесь было место у нее, вот здесь, в храме в этом. Она очень много помогала этому монастырю. Сюда приезжал Петр I. Сюда приезжали такие великие правители. Потому что место это святое намоленное. Поэтому сегодня я умоляю и прошу вас. Надо сделать вот этот шаг. Надо переступить от профессионального человека к человеку духовному. Надо переступить от гражданина к члену церкви. Нам сделать нужно вот этот шаг. Нужно разрушить внутри нас вот эту преграду. И тогда все пойдет по-другому. Тогда будут в России другие браки. Больше будет детей, другие дети будут. Мы перестанем болеть с вами. Потому что сегодня больницы уже забиты больными людьми. Наши тюрьмы сегодня и колонии забиты людьми, преступниками. Кто такие преступники? Кто такие больные? Это те люди, которые не знают Бога. И они без Бога совершили вот это преступление. Переступили и что-то сделали не так. И за это расплачиваются. За это расплачиваются, у кого распадаются браки. За это расплачивается сегодня вся Россия. И последнее, что я хотел сказать. Я умоляю вас, чтобы вы всегда помнили о главном. Россия – это совершенно другое образование Бога. Всю жизнь, сколько существует человечества, всю жизнь идут войны. Но что-то ни один народ не сумел себе завоевать такую территорию, которую просто так нам дал Бог. Нам дал. Он дал Святой Руси. Если Он эту территорию дал Святой Руси, то если мы не будем почитать Бога, Бог у нас заберет эту территорию и отдаст другим народам. Поэтому, чтобы нам владеть этой территорией, иметь силы защищать эту территорию, чтобы нам показать всему миру, как нужно жить на земле, мы должны вернуться к Богу. Поэтому сегодня я умоляю и прошу вас, вернитесь к Богу, вернитесь в сердце, в душе. Мы прочитали в жизни с вами множество книг. Почитайте одну маленькую книжицу, которая называется «Евангелие. Благая весь договор Бога, Творца с человечеством через Иисуса Христа». Поэтому событие, которое совершилось две тысячи лет назад, которое вошло в историю как Рождество Христово, это начало новой эры, в которое вошло человечество. С этого момента начинается отбор душ для Царства Божьего и для ада. Вот в чем смысл рождения. С этого момента начинается возвращение к Богу людей. Это вторая цель. Поэтому сегодня нам нужно понять, что Бог сам сошел на землю, одел на себя плод человеческую через Деву Марию, для того, чтобы каждый из нас вошел в его церковь и через эту церковь стал снова нормальным человеком. Что такое нормальный человек моральным, нравственным и духовным? Каковыми были Адам и Ева до грехопадения? Поэтому сегодня величайшая радость у нас, не только у нас, у всей Вселенной. Сегодня великая радость на небе. Ангелы торжествуют, святые торжествуют, вся земная и небесная церковь торжествует. Поэтому я сегодня всех нас поздравляю с тем, что мы пришли в церковь Божью. Теперь нам нужно все сделать, чтобы не уйти отсюда, не оставить Бога, как это сделали в 17-м году наши родственники. Спаси вас, Господь! Я призываю, как епископ, благодать Божью на всех вас, а через вас на ваших родных, близких. Сейчас начнется богослужение после помазания. Я умоляю и прошу вас, поминайте родных ваших умерших, поминайте тех, кто с вами живет, родственников, родителей, детей ваших, всех, кто вас обидел, кого вы обидели. Для этого нам дается сегодня служба богослужения. Я прошу вас, воспользуйтесь тем. Сегодня особая служба, особое богослужение, поминайте всех родных, тех, кто живет, и тех, кто уже ушел из этого мира. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.